Сегодня на территории Красноярского края в 2015-2016 годах реализуются два новых федеральных проекта. Это прежде всего Сибирский федеральный университет, одержал победу в очень сложном конкурсе на возможность реализации программы повышения международной конкурентоспособности Сибирского федерального университета. Это так называемая программа 5 топ 100 Министерства образования и науки. И второй проект, проект развития системы высшего образования, это создание на территории Красноярского края опорного университета. Это также проект Министерства образования и науки Российской Федерации. Но мы можем развивать вузы, строить новые образовательные траектории, новые образовательные программы, развивать науку. Но безусловно, прежде всего для того, чтобы сконцентрировать, нам очень важно сконцентрировать в вузах наиболее талантливых школьников из Красноярского края, из регионов Российской Федерации, чтобы создать особые конкурентные преимущества по привлечению наиболее талантливых, одаренных школьников в вузы Красноярского края. Задача привлечь на обучение тех, у кого хорошее знание. И связано это, мне кажется, с очень понятным для всех стремлением. Когда мы идем с вами в больницу, мы же хотим попасть к хорошему врачу, а не к троечнику. Когда мы отдаем своего ребенка в школу, мы же хотим, чтобы хороший учитель учил нашего ребенка, а не тот, который перебивался с тройки на тройку и неизвестно, какие знания вложат нашим детям в голову. Эти ребята, которые поступят к нам в университет, будут получать дополнительную финансовую поддержку. Они ведь должны остаться работать у нас в университете, у нас в крае. А для этого мы должны создавать инфраструктуру, которая будет способна воспринять эти таланты и дать развиваться им дальше. Потому что самое главное ведь не только выучиться в университете, а развитие дальше. Потому что это поддержка ребят, которые поступают на бакалавриат, на специалитет. Дальше впереди у них магистратура, аспирантура. Мы считаем, что это талантливые ребята, которые либо проявят себя в науке, либо проявят себя в инновационном бизнесе, в высокотехнологичном бизнесе. А это все подразумевает наличие той инфраструктуры, которая в крае тоже создается, которая есть. Мы начали в прошлом году практиковать выплату за проезд в университет, компенсируя проезд автомобильным, транспортом и железнодорожным. В этом году расширяем доречного и авиатранспорта, в том случае, если иного сообщения нет. Таким образом мы пытаемся привлечь абитуриентов, которые удаленно находятся от нашего университета. И для них перелет или переезд на теплоходе – это значительная сумма. Мы имеем сегодня такую развитую инфраструктуру, общежитий. И имеем возможность их поддержать, когда они к нам приедут. Но для многих оказывается, что это путешествие до университета проблематично. Результативность этих мер мы пытаемся отслеживать по успеваемости. Видим, есть небольшая такая динамика. И видим, что все больше и больше ребят приезжают из других регионов к нам. То есть эта доля абитуриентов из вне растет.